Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Сумка-холодильник это настоящий спаситель всех людей, носящих с собой продукты в жаркое летнее время на улице. Она приходит комплектом по 10 штук в виде таких вот небольших пакетов. Каждый из них нужно налить воды до указанной отметки и хорошенько взболтать. Через некоторое время вода превратится в своеобразный гель, который будет держать холод на протяжении 12 часов. Пакеты продаются резервуаром на 100, 200, 400 и 600 миллилитров. Это отличный вариант для похода на пикник или долгой прогулки. С ним ни напитки, ни тающие продукты не потеряют своей актуальности даже через пару часов пребывания на солнце. Для дополнительной защиты в сумку можно поместить сразу несколько пакетов, находящихся с разных сторон. Следующий инструмент, как никогда кстати, придется всем девушкам, любящим побаловаться с необычным маникюром. Это стационарный принтер, который имеет внутри себя специальные краски, гели и защитную маску под кутикулу. За основу его работы был взят струйный принтер. С этим принтером любое черно-белое или же цветное изображение будет нанесено на ногти за 20 секунд. Для загрузки изображения необходимо подключиться к устройству через блютуз. Вся нужная информация будет отображаться на нем самом через ЖК-дисплей. Вместе с принтером в комплекте приходит небольшой набор чернил и гелей для полировки. Все драйверы внутри устройства обновляются сами. Для этого достаточно лишь настроить доступ устройства к интернету. Огромное количество людей в наше время не представляют своей жизни без использования чехла для телефона. Многие выбирают силиконовые варианты, другие дают предпочтение каким-нибудь чехлам-книжкам. А я же посоветовал бы присмотреться вот к этому варианту. Он имеет лишь одну расцветку в виде оленя и леса, однако также обладает рядом крутых необычных функций. Так чехол настолько прочен, что им даже можно ломать орехи, материал из которого он сделан водонепроницаем и не подвержен возгоранию. Также чехол соединяется с вашим устройством и сигнализирует своим свечением, когда на девайс происходит вызов. Да и сам по себе в тёмное время суток он очень лампово и необычно смотрится. Подходит это чудо под целый ряд моделей. Частенько люди, желающие приготовить что-нибудь вкусненькое по определённому рецепту, сталкиваются с проблемой громовки своих продуктов. Всё это происходит из-за отсутствия кухонных весов. Если вы думаете, что это дорогое или громовское удовольствие, спешу вас обрадовать. Это не так. Вот например весы от Xiaomi. Они сделаны из металла и имеют компактные габариты и аккуратную круглую форму. Настраивается всё при помощи регулятора сбоку, а полученная информация показывается на дисплее основной площадки. Все измерения могут передаваться на телефон, подключённый через Bluetooth. На этих весах можно измерять всё вплоть до единиц граммов. Чтобы не пользоваться неудобными и уже давно устаревшими клейкими лентами, предлагаю вам воспользоваться таким вот удобным приспособлением. Оно создаётся путём помещения в воду некоторых шариков, совсем скоро превращающихся в тянучую материю. Она достаточно липкая и клейкая, а также не оставляет следов. С её помощью можно починить разделённые провода, а также прицепить что-нибудь к стене или иной поверхности. При желании во время приготовления можно добавить любой интересующий воскраситель и получить ленту соответствующего цвета, подходящую под общую картину или интерьер комнаты. А это любимец всех маленьких детей и даже некоторых взрослых, и это ночник. Правда он совсем необычный, сделан фонарик в виде астронавта, зависшего в облаках. Картина особенно круто смотрится из-за произвольной формы самих облаков, которые в то же время светятся. Причём делать это они могут в нескольких режимах, будь то монотонное свечение, постепенная смена цвета или мигания. Управление светильником происходит при помощи идущего в комплекте пультика, само же устройство требует USB подключения к источнику питания. Летняя пора уже почти заканчивается, и значит совсем скоро будет уже совсем не жарко, и это как раз самое время, чтобы кататься на великах. Правда не всем хочется ездить с пенсионерской скоростью на своём стрёмном байке. По этой причине я предлагаю вам обновить своего друга на электровариант, оснастив его таким вот колесом. В комплекте с системой приходит всё необходимое, включая инструкцию. Сделать это можно своими руками буквально за один час. Максимальный крутящий момент установленного моторчика составит 560 оборотов в минуту, что заметно облегчит движение и сделает велик более динамичным. А это офигенный светильник, который может быть установлен в любому стеклу, в том числе и на машину. Он управляется через приложение на телефоне и выдаёт яркую, чёткую картинку или же анимацию. Всё это происходит в миллионах различных цветов. Для работы устройства требуется постоянное подключение к электричеству, поэтому заранее подумайте о том, как вы будете проводить провод через всю машину к прикуривателю. Необходимые для установки работы устройства элементы идут в комплекте. Умный дверной замок – интеллектуальное устройство, работающее на основе распознавания отпечатков пальца. Прибор сделан из цинкового сплава и долго служит. Замок водонепроницаемый, быстро устанавливается, настраивается через приложение на телефоне. На нём также можно отслеживать и состояние установленного замка. Работает чудо на литиевой батарее. А тут у меня лизун. И нет, я вам показываю его не как игрушку антистресс. Представляете, кто-то придумал применять его в роли приспособления для чистки. За счёт своей формы он легко собирает мусор даже в самых недоступных местах и позволяет с лёгкостью очищать не только девайсы, но и какие-нибудь пыльные уголки в квартире или в машине, до каких трудно добраться. Не пугайтесь, он не такой липучий, как обычный лизун, так что его кусочки не будут оставаться на всём подряд и между кнопок. Штука реально рабочая. Скажите мне, что вы никогда не мечтали о том, чтобы иметь кружку с индивидуальным дизайном. И я всё равно вам не поверю. Но разве не круто пить чай или кофе с посуды, которой точно ни у кого нет? Так вот, специально для этого и предназначен следующий прибор. Это кружечный термопресс. С его помощью можно переносить любые изображения на кружки и другие твёрдые изделия, обладающие цилиндрической формой аналогичного диаметра. Давление прижима может регулироваться механически с помощью ручного регулятора, а точная температура будет выводиться на дисплее. Хотите устроить у себя дома настоящую тусу? Ну тогда вам точно не обойтись без следующего прибора. Это лазерный дискотечный проектор. Он создаёт на полу и стенах различные движущиеся рисунки разных цветов. Для управления используется пульт. С его помощью можно выбрать комбинации цветов, настроить режимы, скорость их смены, активировать музыкальный режим, в котором смена проекции будет производиться в такт с музыкой и корректировать другие параметры. Очень клёвая штука, которая позволит вам организовать самую запоминающуюся вечеринку. Я как-то по приятной цене на Алике прикупил себе 3D-ручку. Никогда раньше подобным не пользовался, вот и захотелось узнать, что же это такое. С помощью такого инструмента можно создавать объёмные рисунки. С обеих сторон устройства расположены функциональные клавиши. Одни отвечают за подачу, а другие предназначены для того, чтобы протянуть нить в ручку или вытащить из неё. Сверху находится небольшой дисплей, на котором можно выбрать и отследить температуру, а также тип нити. Знаете, я честно не верил, что смогу с ней что-то нарисовать, поэтому был приятно удивлён, когда у меня это получилось. Управлять ручкой достаточно просто, раз даже я с этим справился. Моё мнение, это отличный вариант для новичка, который только начинает знакомство с 3D-печатью. А с помощью этого оружия вы сможете устраивать своим друзяшкам и хейтерам настоящий обстрел. Обстрел мыльными пузырями. Это пулемёт, который одновременно выпускает очень много пузырьков. В детстве я даже и мечтать о таком не мог. Довольствовался тем, что имел обычную палочку, которую смачивал в мыльном растворе. Везёт же детишкам сейчас. Хотя, почему детишкам? Пойду-ка я, наверное, тоже закажу себе такую пушку. На сайте вы найдёте очень много окрасов, а также можете выбрать набор с дополнительными аксессуарами. Сегодня очень важно иметь красивый фон, как просто для атмосферы в своей комнате, так и для эффектных фотографий. Чтобы всё выглядело более натурально и в то же время впечатляюще, советую обратить внимание на эту лампу. Она представляет собой проекционный светодиодный вариант, способный освещать большую площадь необычным окрасом. Цвета, кстати, выбираются отдельно при оформлении заказа. Продавец предлагает множество интересных сочетаний. Лампа светит под углом в 180 градусов, длина её шнура 1,5 метра. Питается устройство через USB кабель. Друзья, следующая находка изменит всё ваше представление о том, как должен выглядеть системник. Готовы? Внимание, это кроссовок, который реально выполняет роль корпуса для различных компьютерных компонентов, которые в него поместили. Да, вам, наверное, тоже не верится, я просто смотрю на обычный системник, потом на этот, потом снова на обычный и на это, и думаю, да не. Но да, серьёзно, чувак установил себе укороченные компоненты. Здесь есть и топовая материнка, и мощная видяха с процессором, полноценный блок питания, оперативка, а также всё это приправленное с издихой и башней для процессора. Боюсь представить, во сколько обойдётся такой комп, но согласитесь, выглядит всё это реально эпично. Я уже представляю, как после школы к вам в гости приходят друзья, чтобы зарубиться в какую-нибудь игруху, а вы показываете такой вот тапок вместо компа, да ещё и моднявый, с подсветкой и всякими приколами. Не, ну это прям зачёт. Что-то сегодня китайцы по-особенному удивляют. Ловите очередной навороченный гаджет. Это очки, которые могут использоваться не только по основному назначению, но и в качестве электронной книги или прибора для связи с друзьями и виртуального общения. Модель оснащена дисплеем соотношением сторон 4 к 3 и поддержкой объёмного стереозвучания, что позволяет с головой погрузиться в процесс прослушивания музыки, просмотра видео или разговора. Объём встроенной памяти составляет 32 гигабайта, таким образом вы можете закачивать и сохранять сюда свои фильмы, а после их воспроизводить. Например, смотреть сериалы в дороге или же ностальгировать по старым моментам. Устройство также поддерживает не только объёмный режим 3D, но и режим дополненной реальности. Любители перевоплощений наверняка знают, что сделать костюм, а также аксессуары к нему удовольствие не из дешёвых. Это и материалы, и фантазия. Однако китайцы гениальные люди, они придумали маску, то есть нет, дисплей. Хотя нет-нет, погодите, это маска-дисплей. Короче, эта штука надевается на лицо, но от обычной маски она отличается тем, что обладает экраном, на который можно вводить любой рисунок, слово или эквалайзер. Все действия производятся через приложение, а там, поверьте, платформа для фантазии просто огромная. 16 миллионов оттенков, шаблоны, возможность настройки скорости, яркости, цветов, всё, что только душе угодно. А ещё, очень крутой фишкой является то, что с помощью пикселей можно создать какое-нибудь лицо. Например, клоуна, Джокера, Бэтмена, да даже реального человека. А, далее на очереди у меня идёт необычная вакуумная кофеварка. Согласитесь, с первого взгляда она больше напоминает какой-то прибор для проведения опытов, но на деле всё не менее интересно. Основное достоинство напитка, получаемого в вакуумной кофеварке, заключается в сохранении максимального количества ароматических и полезных веществ. Именно из-за этого она высоко ценится гурманами и эстетами. В отличие от других кофеварок, здесь вода не просто проходит сверху вниз через кофейный порошок. Вакуумная модель состоит из двух стеклянных контейнеров, которые вставлены друг в друга и соединены между собой стеклянным стержнем. Желаемое количество воды заливается в нижнюю часть кофейный порошок в верхнюю. Во время приготовления кофе, вода в нижнем отсеке поднимается в верхний контейнер с кофейным порошком. Очень залипательный процесс. Как по мне, такая кофеварка может послужить оригинальным подарком для настоящих гурманов и ценителей кофе. А теперь поговорим о наболевшем. Всем нам не нравится просыпаться утром. А еще этот будильник, который как назло прерывает сон в самый неподходящий момент. Так бы и выкинул его в окно. Хотя я уверен, что на следующую милашку у вас точно не поднимется рука. Но вы только взгляните на это чудо. Это просто мимимишный будильник с ушками, который может быть и ночником, и просто стильным украшением комнаты. Ему можно задать эмоции или выбрать мелодию. Вот представьте, вы только просыпаетесь, а вас уже встречают с улыбкой. Позитивный заряд на весь день точно обеспечен. На сайте у продавца можно выбрать цвет устройства и модель. Следующим на очереди полезный гаджет для кухни. Это машина-слайсер для резки хлеба и булочек. С ее помощью можно быстро и аккуратно нарезать хлебобулочные изделия пополам. Подставка удерживает бублика, два прозрачных акриловых крана защищают пальцы от соприкосновения с лезвием. Помимо бубликов, хлеба и булочек, с помощью слайсера можно разделить кексы, рулеты и так далее. Конструкция легко разбирается и поддается чистке. Очень полезная находка, помогающая в организации праздничного стола. Любители тачек, приготовьтесь подбирать челюсть. Здесь у меня миниатюрная копия итальянского гиперкара, названная в честь автогонщика Альбера Дива. Бугатти Дива, которая собрана, внимание, из конструктора. Это же очень круто! Такая машинка может удивить многообразием окрасов, объемными колесами на дизайнерских дисках и низкопрофильной резине и рабочим рулевым управлением. Уже на этапе сборки вы поймете, насколько круто иметь такую красавицу, ведь она состоит из множества различных деталей. Вам предстоит собрать не только внешние элементы, но и двигатель, оформить салон и в целом произвести настоящее искусство. Также в процессе сборки вы увидите работу всех механизмов автомобиля и на финишном этапе порадуетесь максимальной реалистичности суперкара. Не знаю как вам, но мне в детстве всегда хотелось иметь домашнего питомца, однако у меня его никогда не было. По этой причине я отлично понимаю детей с такой же мечтой. Но теперь вхожу в положение взрослых, поэтому оптимальным решением, которое не требует выгола питомца и большого внимания, я вижу такого вот робота Вектор. Это мини-игрушка, она может выполнять ваши запросы в интернете, отвечать на любые интересующие вопросы, показывать погоду, делать фотографии, выступать в роли таймера, общаться с вами, а также беспрекословно слушаться. Конечно, робот стоит не таких уж и малых денег, как хотелось бы, но эта игрушка определённо того стоит. Более того, Вектор занимает мало места и долго работает на одном заряде. Следующим на очереди у нас будет электрический стабилизатор для смартфона Snob Atom. Он является отличным вариантом в своей ценовой категории, имеет широкий функционал и даже встроенную беспроводную зарядку для телефона. Девайс на него крепится путём использования зажимов. Стабилизатор быстро складывается пополам и практически не занимает места при переноске. Помещается в одном кармане. Ручка стабилизатора может выдвигаться вверх и вниз, фиксируя своё положение. Также приспособление можно установить на плоскую поверхность благодаря ножкам. До полного заряда устройство понадобится 40 минут, а проработает он целый день. Лишь одним нажатием на кнопку телефон может поворачиваться на 360 градусов, создавая красивый эффект во время съёмки. Знаете, как-то недавно сидел я в ТикТоке и наткнулся на топового парня, снимающего видео в ярком костюме. Сейчас я покажу вам кое-что похожее на его обмундирование. Это сет ночного робота, оснащённый кучей светодиодов. В наборе приходит как сама одежда на туловище, так и шлем. Все элементы продаются в большом количестве размеров и оснащены качественной RGB-подсветкой. За основу сета был взят персонаж-хищник. На полном заряде такая одежда проработает от двух часов без перерывов. Костюм хорошо проветривается изнутри и создаёт непередаваемое ощущение, благодаря разнообразной подсветке, самостоятельно меняющей режимы свечения. А это то, что потихоньку начинает заполнять все новостроящиеся квартиры и дома. Я сейчас говорю о незаменимом атрибуте каждой ванной комнаты. Это зеркало. Умная зеркало отличается от обычной своей сенсорной панелью, встроенной прямо вовнутрь. С её помощью можно управлять подсветкой, настраивать время, отображающееся прямо на стекле, и менять тона фонариков. Полные габариты зеркала составляют 60 на 80 сантиметров. Крови уже упомянутых функций, оно может и показывать температуру комнаты, принимать звонки, а также проигрывать музыку через блютуз соединения. И само собой, вся эта конструкция водонепроницаема. На очереди очень интересный игрушечный автомобиль на пульте радиоуправления. Он представляет собой уменьшенную копию настоящей машины, которая была выполнена в масштабе 1 к 5. Учитывая все погрешности экстерьера и малейших деталей, тачка продаётся в нескольких цветах, и что лично меня сильно удивило, работает на бензине. Объём его двигателя около 35 кубических сантиметров, запускается машина либо от руки, либо на пульте. По сути, эта игрушка является уменьшенной настоящей машинкой, которая требует такого же ухода и обслуживания. По этой причине гоночный трек может стать идеальным подарком для подрастающего любителя автомобилей. Складная светодиодная лампа, выполненная в форме вентилятора, станет настоящей находкой для любителей разнообразить дизайн своего помещения. Помимо оригинальной конструкции, устройство экологичное и энергосберегающее. Срок его службы составляет 40 тысяч часов. Все лопасти лампы имеют складную конструкцию на 90 градусов, из-за чего её удобно хранить и перевозить с собой. Максимальная потребляемая мощность лампы 45 ватт, а рабочее напряжение варьируется от 95 до 265 вольт. Температура света составляет 6500 кельвинов, однако в продаже также имеется и вариант с более тёплым оттенком. Если вы или ваши знакомые являетесь фанатом комиксов, в частности такого супергероя, как Человек-паук, то я не знаю, как вы пройдёте мимо этого чудотворения. Встречайте, 3D бумажная модель Паука, её размер составляет 65 на 53 на 27 сантиметров. Сделана полностью из плотного картона и не мнётся при лёгком контакте. Модель рассчитана на крепление к стене. Эх, чего-то она мне сильно запала в душу, то ли из-за того, что в детстве я просто фанател от этого комикса, то ли по той причине, что сделана действительно годно и качественно. По крайней мере, раньше я подобного в продаже нигде не встречал. Кстати, напишите в комментариях ваше мнение о таких вещицах. Как вы думаете, это интересное и необычное украшение или же ещё один очередной бестолковый пылесборник? Следующий предмет будет как раз актуален для любого мужчины, который частенько или пускай даже не так часто занимается домашними бытовыми делами. Я сейчас имею в виду отвёртку, но не стал бы я пихать выпуск обычную модель, вы же знаете. Это современный вариант с храповым механизмом, который приходит в комплекте с шестью различными битами, каждая из которых подходит под свою задачу. Из преимуществ этого инструмента можно отметить прочный надёжный корпус, возможность хранить биты прямо внутри отвёртки и, конечно же, мультизадачность. Куда проще орудовать одним инструментом, нежели таскать с собой целое множество. Любите семочки, а чистить их нет. Я угадал. И я тут нашёл читерскую штуку, машинку для автоматического лущения семочек. С её принципом действия разберётся даже ребёнок. Вставляете семена в отверстия в зависимости от размера семочки и получаете на выходе очищенный продукт. Устройство подходит практически для любых семян. Мощный мотор легко молотит по зёрнам, а механизм отсеивает отшелушивающиеся остатки и выбрасывает их вместе с очищенным зерном. Порой я реально удивляюсь фантазии китайцев. Нам придумают всяких умных гаджетов, а потом нам, простым смертным, сиди и разбирайся, что это такое. Вот, например, как вы думаете, что это за чудо-изобретение? Сразу говорю, описание на Алиэкспресс лучше не смотреть. Ладно, не буду томить, это нейрогарнитура Миндлинг и робот-паук. Он представляет собой мягкий обруч, регулируемый по размеру, который оснащён налобным датчиком, считывающим импульсы головного мозга. Зачем он нужен? А вот для того, чтобы управлять пауком. Как вы уже догадались, здесь всё гораздо сложнее, чем с привычным пультом дистанционного управления. Если вы помните дрон, управляемый силой мыслей, который уже был в одном из моих выпусков, то должны понимать, как всё это примерно работает. Вы когда-нибудь видели, как выглядят геймерские девайсы? Это же вообще обалдеть можно. Всё светится, издаёт какие-то звуки и имеет тысячу и один переключатель. Это просто взрыв мозга какой-то. И вот, что мне удалось найти на Алиэкспресс. Это вертикальная мышь. Вертикальная, Карл. Как с ней играют, я не представляю. Хотя, со слов производителя, такое исполнение позволяет держать руку на столе принципиально иначе, нежели при работе с обычной мышкой. Также дизайн манипулятора уменьшает нагрузку на кисть при длительном использовании и позволяет предотвратить развитие туннельного синдрома. Вот скажите, вы бы пользовались такой? Наверняка где-нибудь на отдыхе или в парках аттракционов вы могли видеть силомеры. Это такие игровые автоматы, где ты бьёшь со всей дури, чтобы он оценил, насколько ты крут. Не поверите, но я нашёл почти такой же в миниатюрном исполнении. Воу-воу-воу, только не спешите испытывать на нём свою силу. Он же и развалиться с удара может, особенно если учитывать то, что он маленький и сделан в Китае. Ладно, я шучу, такой автомат измеряет силу удара пальца. По-моему, отличная идея, чтобы натренировать шалбаны. Процесс сопровождается световыми индикаторами, оценивающими мощь и дисплеем, на котором отображается результат. Ребята, это потрясающие неоновые вывески. Такими украшают бары и всякие ночные заведения. А здесь у вас будет возможность превратить в подобное свою комнату. Атмосфера получается непередаваемая. У продавца вы найдёте самые разные фигуры. Месяц, летучую мышь, котика, ракету, сердечко, пальму и всё в разных цветах. Скорей хватайте на заметку. А здесь у меня необычный термос для тех, кто любит порадовать себя свежезаваренным чайком в походе или путешествии. Он имеет раздельное отделение для заварки и кнопку-регулятор, по нажатию на которую заваренный чай сливается, а сама заварка больше не контактирует с водой. Это позволяет вам самостоятельно регулировать крепость и наслаждаться особым вкусом напитка. Два отделения разделены ситечком, которое фильтрует частицы чая. Объём ёмкости составляет 400 мл. А здесь у меня умные фитнес-часики, оснащённые множеством спортивных режимов. С их помощью можно отслеживать как свою дневную активность, так и фиксировать успехи на тренировках, контролировать состояние здоровья и даже слушать музыку или общаться. Всё дело в том, что корпус одновременно является кейсом для хранения и зарядкой беспроводных наушников, который, кстати, также является частью комплекта. Также на часы можно выводить уведомления с различных социальных сетей, звонки, важные заметки и другие данные. На одном полном заряде в режиме непрерывного разговора наушники вам прослужат до 5 часов. Эспандер для предплечья и локтевого сустава применяется для развития и укрепления мышц запястья, предплечья, плечевого пояса и груди. Благодаря естественным вращательным движениям укрепляются мышцы, имеющие важное значение для занятий бодибилдингом, фитнесом, пауэрлифтингом, амрестлингом, хоккеем, боксом и многим другим видом спорта. У продавца можно приобрести модели с силой сопротивления от 5 до 30 кг. Обычно стараюсь не покупать на Али все различные лечебные приборы, лекарства и тому подобное, все же это Китай и мало ли что. Но следующий девайс меня определенно заинтересовал. Это портативное устройство для лазерной терапии ренита. Оно обеспечивает расширение кровеносных сосудов, улучшает кровообращение и способствует выздоровлению, испуская лазерный свет с длиной волны 650 нанометров. Кроме того, повышает способность организма сопротивляться болезням и снимает отек слизистой оболочки носа. Подобный прибор могут использовать как дети, так и взрослые. Огромное удобство в том, что он не мешает выполнять повседневные задачи, не препятствует разговору или приему пищи, в целом практически не ощущается. Набор состоит из зарядного кейса, оснащенного встроенным дисплеем и кнопками для настройки двух затычек со сменными насадками. Следующая находка значительно упростит жизнь всем владельцам планшетов и телефонов. Думаю, каждый согласится, что планшет это удобная штука, но есть у нее один минус. Печатать большие текста на сенсорном экране просто мука. Поэтому хочу представить вашему вниманию удивительный гаджет, складную клавиатуру. Нет, серьезно, покажите мне гения, который это придумал. Сама клавиатура напоминает ноутбуч, но у нее даже тачпад имеется. Огромное преимущество в том, что она имеет складную форму, благодаря чему не возникают трудностей к переноске. На боковине предусмотрены кнопки включения и отключения как самого устройства, так и микрофона. Как по мне, очень удобно. Так, фанаты экстремального отдыха, вы на месте. Специально для вас я подготовил следующий девайс. Это поясничное крепление для селфи-палок. Оно представляет собой ремень уже с готовой основой для фиксации камер. Он никак не препятствует движению и надежно удерживает устройство. Имеет два вида крепления на поясе, липучку и утяжку. Кроме того, как я видел, подобная штука может заинтересовать и бегунов, велосипедистов, а также других любителей активного спорта. А здесь у меня умные водонепроницаемые часы, которые способны собирать и автоматически сохранять резервную инфографику физического состояния тела для занятий спортом или же слежением за здоровьем. В их спектр возможностей входит мониторинг сердечного ритма, цикл дня, пройденных шагов и тому подобное. Они также оснащены и стандартным набором приложений и функций, упрощающих повседневную жизнь. Например, будильникам, различными социальными сетями с функцией быстрых оповещений и возможностью быстрого ответа на звонок. В общем, думаю, вы меня поняли. Забыли сказать, что дисплей также является и наушником. Вещь действительно полезная и определенно заслуживает внимания. На очереди привлекательные и заметные японские автоматические часы, корпус которых сделан из нержавеющей стали, ремешок из кожи. В них есть возможность подсвечивать стрелки, что создаёт больший эффект от пользования. В наличии имеется три варианта расцветки ремешка. Внутри циферблата расположен красивый сапфировый шарик в виде планеты, соединенный с прочими декоративными элементами космической тематики, которые притягивают ваше внимание. Пришло время показать вам навесные качели в скандинавском стиле. Они порядка 150 сантиметров в длину и столько же в ширину. Ширина сидельного места составляет примерно 40 сантиметров. В комплекте с качелями поставляется специальный пульт, который отвечает за передаваемый ими цвет. Корпус сделан из поликарбоната, внутри которого установлены светодиодные лампочки. Качели здорово смотрятся на улице, также создавая особую атмосферу в тёмное время суток. Спешу показать вам современный плеер с беспроводными Bluetooth-наушниками. Наушники подключаются автоматически и чётко передают звуковые волны. Само устройство имеет аккумулятор на 6000 мАч. И в режиме ожидания, например, оно может проработать порядка 480 часов. Что плеер, что наушники водонепроницаемы. Самое интересное здесь то, что плеер можно также использовать и не по назначению. Я говорю о функции пауэрбанка, которая также может выполняться. И этот плеер в состоянии полностью зарядить один айфон. Теперь я покажу вам очень оригинальную гигантскую гарнитуру, сделанную в форме наушника AirPods. Она имеет 4 режима воспроизведения. Воспроизведение ТИФ-карты, Bluetooth, U-диско и AUX-линии. В то же время гарнитуру можно использовать и в роли радиоприёмника. Наушник также наделён специальным микрофоном высокой чёткости, который поможет вам отвечать на звонки без сторонних приспособлений. Также такой динамик можно подключить к совершенно любому устройству, у которого есть 3,5-мм разъём. Аккумулятор, к слову, имеет ёмкость в 1200 мАч, что гарантирует долгое время работы аксессуара. А сейчас хочу показать вам мультитул для самообороны. Сделана эта палка из высокопрочного алюминиевого сплава, который обладает высокой твёрдостью и долговечностью. В комплекте с ней идёт множество самых разных насадок, которые подойдут буквально на любой случай жизни. В этой палке есть как обычное стриё, так и пилообразный наконечник, гарпун, серп и многое другое. Как по мне, это универсальный вариант для походов, который заменит сразу несколько необходимых инструментов.